Привет! С вами Арсений Михальченко и Фотон Фотоныч. Сегодня мы разбираемся, что такое фокусное расстояние объектива и как его использовать. Сначала сложная физика. Условно, процесс получения изображения вашим фотоаппаратом можно описать вот таким рисунком. Но из этого не совсем понятно, как же фокусное расстояние влияет на изображение. Говоря простыми словами, фокусное расстояние — это характеристика визуального приближения предмета. То есть, насколько близким предмет будет казаться в вашем видоискателе. Чем больше фокусное расстояние, тем предмет будет казаться ближе. Вот это главное, что вы должны запомнить. Фокусное расстояние определяется только объективом, а не камерой. Посмотрите, вот это и есть фокусное расстояние объектива. Измеряется оно в миллиметрах. Фокусное расстояние, кроме того, что определяет степень приближения, определяет и угол обзора объектива. Также от фокусного расстояния объектива будут зависеть перспектива и глубина резкости в кадре. Понимание того, как это работает, обязательно вам пригодится, если вы хотите делать хорошие снимки. Давайте пройдемся по всем диапазонам фокусных расстояний и посмотрим, как они влияют на кадр. Первый диапазон. Фокусное расстояние до 35 миллиметров. Им соответствуют так называемые широкоугольные объективы, то есть объективы с широким углом обзора. Что же дает нам съемка в таком диапазоне? Посмотрите на перспективу. То, что было ближе, стало намного больше, а то, что было дальше, относительно уменьшилось. Съемка с малым фокусным расстоянием подходит в основном для съемок архитектуры и пейзажей, позволяя захватить максимум пространства на одном кадре. Портреты с широкоугольным объективом получаются, скажем так, смешны. Наш фотон-фотоныч выглядит неплохо, но поверьте, большинству ваших знакомых портрет, снятый с помощью широкоугольного объектива, не понравится. Второй диапазон. Фокусное расстояние от 35 до 70 миллиметров. В этом диапазоне работают так называемые нормальные объективы. Этот диапазон максимально приближен к тому, как видит человеческий глаз. Поэтому перспектива получается максимально естественной. Мы можем использовать его тогда, когда нам нужно передать все предметы такими, какими мы их видим. Например, в репортаже. Третий диапазон. Фокусное расстояние от 70 миллиметров. Этот диапазон уже относится к длиннофокусным или телеобъективам. Большие фокусные расстояния позволяют нам фотографировать издалека, но на этом их использование не заканчивается. Например, они отлично подходят для съемки портретов. За счет подходящей перспективы и сильного размытия фона ваша модель предстанет в наилучшем виде. К слову, большинство художественных портретов делаются именно на длинном фокусе. В заключении нужно сделать важную ремарку. Все указанные фокусные расстояния действительны для матрицы в 35 миллиметров или полной матрицы. Если у вас кроп-матрица, то не забывайте умножать фокусное расстояние на кроп-фактор. Теперь вы представляете, что же такое фокусное расстояние. Но правильное его использование будет зависеть целиком от вас. Больше фотографируйте. С вами были Арсений Михальченко и Фотон Фотонович. Пока! Продолжение следует...